Это эксклюзивное интервью для телекомпании ОРТ. Мы хотели начать с вопроса, из какой семьи происходит, есть ли родители, есть ли собственная семья сейчас. Но ответ на последнюю часть вопроса, в общем-то, напрашивается сам собой, поскольку мы видим и жену, и дочь рядом. Представьте их, пожалуйста, два слова о супруге и дочери. Жена Галина, дочь Надя. Чем они занимаются? Дочь студентка. Ну, а Алина сейчас в эмиграции, вроде бы под домашним арестом. Но она помогает мне делать вот этот журнал «Белорусские ведомости». У нас выходит уже второй год. Так что занято тоже. Скажите, вы по своим, так сказать, профессиональной вашей деятельности, это в основном была искусствовед, и археолог, историк. Сейчас вы полностью переключились на политику или уделяете какое-то внимание вот этим аспектам? Я уже давно полностью переключился на политику. Известно, что вы человек, недолюбливающий Россию и, мягко говоря, все русское. Есть ли что-то российское, русское, ну, скажем, город, книга, писатель, пейзаж, который вам нравился? Ну, видите ли, то, что вы сказали, недолюбливающий все русское, это слишком крепко сказано. Это политическая пропаганда, потому что политическим оппонентам выгоднее видеть человека, ну, в каких-то гротесковых тонах. Поэтому обычно говорится таким образом, что если вы против наших идей, значит, вы против всех нас. Поэтому, вероятно, путать не стоит историю, искусство, политику. То есть, идеи – это не народ? Ну, безусловно, потому что, если идти дальше такой логикой, то нужно было нам ненавидеть и Гёте, и Гейна, и Баха, и всю немецкую культуру. Особенно мне, у которого семья погибла на фронте. Так что это некорректный вопрос, но я понимаю, почему вы его задали. Потому что он именно так некорректно среди многих политиков в России ставится. Скажите, мы резко меняем тему сейчас на секунду, как вы относитесь? Пошло ко мне. Вы высказывались, если эти высказывания, которые я читал в прессе, соответствуют действительности, примерно в том духе, что в России нет демократических сил, подлинно демократических сил сейчас. Что одна часть демократов превратилась в мафию, которая еще хуже коммунистов. Это я цитирую одно из высказываний газет. А другая поет в имперском хоре. Что и кого, если это так, кого конкретно вы имеете в виду? Это совершенно очевидно. Так как начинали в России в 90-м году, сейчас от этих партий, от этих людей остались воспоминания. В основном демократической фразеологии. Россия представляет сейчас довольно сложную страну, где жить стало намного хуже многим людям. И вопрос о каких-то демократических институтах, о демократическом устройстве власти затмил другой вопрос. О величии России. И вот этот имперский вопрос, он затмил все. Практически все политические силы здесь находят единство. Империализм и демократия несовместимы. Как только вот это начинает совмещать, всегда жертва приносится как раз демократия. И это прекрасно показало и историю с Чечнёй, и историю с объединением с Белоруссией, и ценностью политикой. Не нашлось ни одного человека в России, который бы ясно и чётко сказал, что он не только против интеграции России и Белоруссии, но он считает, что это не хорошее дело. Потому что были люди, которые говорили, что да, мы против, но, в общем-то, это святое дело. Ничего святого в этом нет. Что должно произойти, на ваш взгляд, в России, чтобы вы перестали её считать угрозой империи? Я думаю, что этот вопрос, который давно стоит перед всем российским обществом, это создание национального государства. Россия не имеет его. Россия по своей структуре, по своей идеологии, ментальности, это типично имперское образование. И сознание, это именно имперское сознание. Мне проходилось разговаривать с многими русскими политиками, деятелем. очень мало кто это понимает. Но понимают, есть люди беспокоены. Их голос не слышен. Потому что это очень трудный вопрос, это вопрос власти. Но пока Россия будет существовать, как империя, до тех пор она будет пуговым в Европе. мы России просто боимся. Мы боимся вашей политики. Мы боимся ваших мафиозных групп. Мы боимся ваших киллеров, вашей экспансии. И все это вынуждает нас соответствующим образом оценивать эту политику. Но если бы было чудесным образом, ситуация другая, нет никаких оснований не взаимодействовать и не существовать нормально, так, как существует в Европе европейские нации. Вот мы на этом как раз и стоим. Свободная демократическая Беларусь, интегрированная в европейские структуры, полноправный член европейской цивилизации. Давайте с Россией дружить, взаимодействовать через хорошую границу, через соблюдение прав человека, через соблюдение международных договоров. Ведь это же так просто. С Германией так, с Польшей так, с Чехией и с Францией давайте с нами так. Вы не раз заявляли, что наиболее рентабельные белорусские немножко меняем тему, предприятия контролируются русскими. Что Вы имели в виду, особенно в свете того, что наоборот российские некоторые предприниматели жалуются, что в Беларуси их не пускают? Они жалуются, что их не пускают, но я понимаю, когда они объединятся, они войдут сами. Безусловно, проникновение российского капитала есть. Это прежде всего я имею в виду Нафтан, Мазирские и Павловские заводы. Они для нас стратегически важны. Также Азот Гродненский. Но это уже политика Лукашенко, которая является зеркальным отображением политики Москвы. Собственно, следующий мой вопрос вы предвосхитили уже ответ. Как раз я хотел спросить, считаете ли вы, что президент Лукашенко ставленник Москвы в свете именно обострения отношений между Москвой и Минском внешнего президентом? Дело в том, что это действительно так и есть. И это было уже нам известно еще тогда, когда были президентские выборы. Лукашенко поддержали средние свои службы безопасности, поддержали красно-коричневые в России, поддержали соответствующие группы политические и даже известно кто. Но пришел он к власти используя демократическую процедуру. А потом началась та политика, которая называется интеграция. Сущность этой интеграции это неприличный торг между Лукашенко и Москвой. который заключается в том, что Лукашенко предлагает продать независимость Беваруси и Москва с удовольствием принимает такое предложение, но за это он требует власти. То есть он согласен интегрироваться то есть сдать Белоруссию, но за это он должен стать президентом России. Во первой части все его поддерживают, все, начиная от Ельцина и кончая писателями и художниками. Все нравится. Но во второй части возникают противоречия. Так здесь совершенно очевидно групповая политика, которая в одной части соответствует стратегическим интересам России, в другой части она соответствует только определенным группам политическим. и вот в этом и заключается весь конфликт. Так же, как и более мелкие события и с журналистами, и с другими вопросами, они все проистекают вот из этого конфликта. Конфликта между властью и стратегическими интересами России. Но здесь всегда проигрывает одна страна. Это белорусская демократия, белорусская нация и вообще наш народ. Скажите, реально, по вашему мнению, если да, то когда победа, скажем, объединенных оппозиционных сил народного фронта с Белоруссией? И приход ее к власти возможный? Все дело в том, что сейчас вопрос поставлен таким образом, что объединенная оппозиция может выступать только в части отношения к диктатуре. Но диктатура имеет свое продолжение. Это интеграция с Россией. Сущность этой диктатуры. Поэтому мы считаем, что главное направление борьбы с диктатурой и с режимом это классическое направление, по которому прошли все европейские страны. Национально освободительное движение. То есть национальная идея, идея независимого государства, демократии, интеграции в Европу. Вот это должно объединить всю нацию. Не сразу. Потому что сейчас безусловно мы имеем большое количество людей тоталитарной психологии. То есть советских людей. И именно это электорат Лукашенко. Именно на их он пришел к власти. Поэтому это требует времени. И я думаю, что времени не так уж и большого, потому что сейчас это развивается ускоренными темпами. скажите вот только что вы сказали про национально-освободительную борьбу в некоторых ваших выступлениях эти призывы. Какую вы борьбу имеете ввиду? А точнее как вы относитесь? Отрицаете ли вы как средство борьбы терроризм? Безусловно терроризм мы отрицаем, потому что это во-первых средство не человеческое, если гибнут люди политика нехорошая, а во-вторых это неэффективные средства. В-третьих белорусы не любят таких средств, мы другая нация, у нас есть другое оружие. Поэтому безусловно национально-освободительные движения это главное что должно нас консолидировать и что консолидирует уже я имею в первую очередь нашу молодежь. У нас есть будущее, будущие, как-то по-русски, есть перспектива. И я должен сказать, что это единственный метод, который сейчас необходим нашей нации. Или мы себя защитим, или мы защитим нашу независимость государства и демократии, или просто мы будем вергнуты в ночь небытия. Потому что тот режим, который сейчас существует в Белоруссии, он не просто диктаторский режим. Это режим, как мы оцениваем, оккупационный. Он антибелорусский. Закрыты почти все белорусские школы. Уничтожено почти вся белорусская печать. Книги, книги для детей. Учебники белорусские сожжены распоряжением Лукашенко. Сейчас людей только за то, что не разговаривают по-белорусски, бросают в тюрьму, избивают из факта и имена. И вот это явление новое для Европы. Я встречаюсь с многими деятелями европейскими. Им трудно понять, как это так. В независимом государстве этноцит коренного населения. Но это факт. Новый закон на печати даст возможность расправиться с любой печати. Это орудие диктатуры. Никакой демократии в этом законе нет речи. Что касается оценки Шеремета. Я думаю, что журналистам не стоит участвовать в мафиезных играх. Они обычно попадают или в опасное, или в глупое положение. Это касается и Шеремета. Изначально было ясно, что это такое. И дивиденды из этого взял только Лукашенко. Ваша оценка политической ситуации, общей политической ситуации в Голорусе сегодня? Ситуацию я бы оценил как кризис диктатуры. Хотя внешне кажется бы все как было. Но в действительности градет глубокий кризис. И я замечаю, что в Москве это поняли. Они сейчас обеспокоены заменой Лукашенко. То есть определенные политические круги были бы довольны иметь другого человека, такого же как и Лукашенко, но более культурного, более отчесанного и с имиджем демократа. Его нет, но его ищут. И понятно почему. Потому что ресурсы почти вычерпаны. Они остались эти ресурсы у Лукашенко только в его собственном электорате. То есть вот в этом тоталитарном сознании, которое постоянно сужается. Не более 30% сейчас поддерживают диктатора. И они это прекрасно понимают. Проведение уже таких референдумов как в 1995 году будет очень трудно. даже учитывая всю мощную машину фальсификации. Как сказал один из героев осени патриарха, когда было сказано что все рушится, он сказал ошибаетесь у меня еще остался мой народ. Так вот у Лукашенко еще остался его электорат. Но он беспреспективный этот электорат. Это в основном старые люди с коммунистическим сознанием. И этот круг сужается. Скажите, если это конечно можно сказать, об этом можно сказать, какие акции планирует белорусская оппозиция, скажем, до конца года, если планирует? Сейчас главный вопрос, который мы поставили, и он медленно развертывается, это отставка Лукашенко. Это главный ознак. Механизма нет. диктатуры нет. Механизма. Но этот вопрос должен стоять, потому что у диктатуры нет и перспективы. И вот на основании этого лозунга будут разворачиваться последующие лозунга. Не так давно кто-то из оппозиции, то есть людей, близких к вашим взглядам, довольно ехидно назвал вас Лениным в октябре, имея в виду, что вы постоянно находитесь в эмиграции и руководитель движениям как бы извне. что вы можете по этому подскажать? Наверное, на то дан человеку язык, чтобы ехидничать. Меня это не волнует, потому что я бы мог поступить глупо, меня бы уже не было. И не было никаких результатов моей работы. но я есть, я работаю, приношу пользу своей родине, своему движению и вызываю большую ненависть у моих политических оппонентов. Ну что же, они имеют право на ненависть, так же, как я имею право на политическую борьбу. Вы считаете, что угроза вашей безопасности в случае возвращения на родину реально существует? Безусловно, издано распоряжение Лукашенко всем службам, в том числе и армии, в случае обнаружения поздняка его задержать. Ну, кроме того, это уже было не раз испробовано. Я однажды возвращался в Беларусь и было нападение целой группы спецназа, но мне удалось уйти. Потом Лукашенко выступал, что непростительно, что упустили поздняка и так далее. Я потом несколько раз пробовал приехать, в частности, весной этого года из Литвы тоже были подняты на ноги спецназ, все пограничные войска, блокированы дороги и так далее. Это все понятно и режим этого не скрывает, что хотели бы любыми средствами заполучить своего оппонента. Сколько лет вы уже находитесь в этой эмиграции? Уже полтора года. Полтора года? Да. Несколько такой вопрос был чисто внутренний, вопрос Беларуси. Как вы относитесь к той точке зрения, что в современной Беларуси существует не столько беларусы, русские и поляки, сколько советские беларусы, то есть то, о чем вы говорили, отразвисляя их с теми, кто поддерживает Лукашенко, и беларусы, ведущие свою историческую родословную от Великого княжества Литовского. Как, по вашему мнению, может развиваться ситуация в будущем? Будущее довольно оптимистично. Если бы тогда, в начале 90-х годов, демократическое меньшинство имело бы власть, то государство исполняло бы просветительскую функцию. И вот эти люди с тоталитарным сознанием, они бы просто подчинились новым реалиям, а новое поколение развивалось бы в нормальных условиях. этого не случилось. На этой психологии был сделан политический ход, и сейчас фактически идет доживание доживание вот этих представлений, этих людей. То есть, эта диктатура, она умирает вместе с электоратом. я думаю, она умрет гораздо раньше, но держится она именно на этом тоталитарном сознании. Это главное. И второе, что держит эту диктатуру, это московская политика, московские спецслужбы. Это тоже ни для кого не секрет, потому что в основе геополитический интерес. Я уже сказал, что в прошлом году совершилось событие для нас очень важное. Наша молодежь, которая раньше была индифферентной к политике, четко и ясно стала на стороне Народного фронта, на стороне Национально-освободительного движения. Это значит, что дальше развиваясь нация, она будет наращивать вот эти демократические свободные силы. Нация никогда не остается одинаковой. Сегодня она такова, завтра другая, потому что всегда нарастают новые люди, старые отходят. Народ всегда меняется. И очень важно, чтобы у этого народа было знамя, чтобы был идеал, чтобы люди, которые входят в жизнь, чтобы они видели вот эту звезду, куда надо идти, как надо жить. И эта звезда есть, это знамя тоже существует. Поэтому перспективу я вижу довольно оптимистично. То есть вы связываете в вашу пользу, пользу оппозиции смену поколений происходящих в политике? Не только. Безусловно, смену поколений, но биологически это довольно долго. А в политике, в такой ситуации, когда нация должна быстро совершить то, что она упустила раньше исторически, процессы происходят с ускорением. Это универсальный метод. Он везде, и в биологической природе, и в обществе. Вот эти процессы идут с ускорением. Поэтому не надо ждать целое поколение 10-15 лет. Для этого достаточно будет нескольких лет. Немножко меняем тему, близимся к концу. Каково ваше отношение, если вы можете его высказать, к решениям встречи глав СНГ в Кишиневе, а также глав России, Белоруссии, Киркизии и Казахстана в Москве накануне Кишиневской встречи? Я думаю, что каждая эта встреча подтверждает искусственность этих образований и ненужность их. И все больше участников в той иной форме об этом говорят. То есть ваше убеждение, что СНГ как организм искусственность безусловно. Когда вы надеетесь вернуться в Беларусь? Есть ли у вас ностальгия по родине? О ностальгии лучше не говорить, потому что это постоянная боль. А что касается когда я вернусь, когда будет жгучая необходимость, когда я смогу воздействовать на события. Тогда независимо от того будет Лукашенко или не будет я вернусь. Ну и наверное это будет заключительный вопрос. Какой вы видите Европу первой четверти 21 века? Ну если можно роль Беларуси и Беларуси и России в Европе будущего? Я вижу Европу мирной. Я думаю что Третьей воровой войны удастся избежать. И я думаю что и Беларусь и Украина войдут в число европейских стран в европейскую цивилизацию. На этом пути я думаю будет и Россия. Россия должна пережить свой распад как империя. покуда она будет исноваться этой психологией с этой структурой несчастья этой страны будут постоянные. Поэтому здесь говорить очень трудно потому что это все зависит от самих россиян. Спасибо вам. Ваше счастье в ваших руках. Спасибо вам за интервью. В этом месте некоторые люди вспоминают что тут брахали собаки. Место закрывалось на браму и сюда привозили людей черными воронами альбо грузовиками осудженных на смерть. Потом уже когда начинал вечерец отцюль чулись стрелы людей расстреливали. Ямы были уже выкопаны копали до обеда а сами расстрелы продолжались с вечером на протягу целой ночи. Мы разговаривали с людьми которые даже видели как это происходило и многие чули чули кричи плач люди просили облиться вот чули прокляти мы высветлили как гучали стрелы стрелы не гучно и пришли до выника что расстреливали с пистолетом альбуз наганов раскопки показали что расстреливали с наганов это советская механичная сброя были узброены все сопрацовники НКВД в тот час люди которые видели в форме тех которые расстреливали говорят что они были в форме НКВД наше в этом яме мы уже нашли несколько гильз одногана и она стреляна вот с этой гильзой которые забрось и выкинули их просто в яму теперь когда мы родим на сгумацию находок больше мы находим тут и речи особистого использования например бутерброд просален настолько что мы можем сделать заключение что человек взял с собой обед его взяли привезли сюда и расстреляли без суда например в яме побач с этими речами нашли грудинку от курицы так само человек брал с собой обед смаженную курицу навек не поспел ее съесть альбоз нашли например скуранное пальто закрученное а внутри тапочки жаночие ботики скрученные сустрекаются жаночие шарапы литерально у каждой могиле самому приходилось возьмать одна блондинка другая шатенка с долгими волосами вот и таким чином люд самый простой у бахилах у галешах притом нашли бахилы сделаны с автомобильных камер видать были вельми бедные люди чумни обуток находятся так само мы выявили только один штабель на глубине двух метров и там вот им штабель костей 31 шарап глубине 2 35 материковая значит кали грабит таки гипотетичный разлик и кали увеличивает что засыпали 10 сантиметров 20 30 40 ну максимум просыпали трупы то в этой могиле повинно быть 270 человек ну туда сюда можно добавиться днять некольки десятков это самое маленькое ничего это что так что это вот в Продолжение следует... Продолжение следует...